На сегодняшний день мы не рассматриваем киареподобный синдром и серингомилию как отдельное заболевание. То есть это не отдельное заболевание. Это одно из состояний, характеризующих краниоцервикальную мальформацию. Что такое краниоцервикальная мальформация? Любая собака любого размера имеет мозг 5 сантиметров с крупное куриное яйцо. То есть любая собака большая, маленькая, крупная, маленького размера, большого, среднего, неважно, имеет приблизительно одинаковый мозг. Но голова у Мюфаундена такая, с шерстью у Питая или Стаффорда, поменьше у Яршинского терьера и еще поменьше. Так вот, у Яршинского терьера размер головы это практически размер ее мозга. Практически вот так. То есть если ваша собака весит 700 или 800 грамм, или там до килограмма, то вот вы можете посмотреть, какой мозг у вашей собаки, просто посмотрев ей на голову и все. Это кажется не проблема, но на самом деле это и есть проблема для этих маленьких собак. У них шея въезжает внутрь черепа. И вот это въезжание шеи внутрь черепа и является крайнего церрикальной мальформацией. Это состояние имеет несколько разных названий, имеет несколько разных клинических вариантов, которые называются по-разному. Крайняя церрикальная мальформация, селинга-миэлия, впадина-дьюи, это одно из названий, той же самой крайне церрикальной мальформации. Это атланто-акцепитальное перекрытие. Это когда атлант въехал в мозжечок, в буквальном смысле. То есть есть головной мозг и внутрь головного мозга въехал, буквально въехал. Первый и вторые шейные позвонки. И вот то состояние, когда превалирует в этом мозжечок, сдавленный атлантом, это атланто-акцепитальное перекрытие. Когда между вторым и первым шейными позвонками образуется такая, вдавленная сверху галочка, это называется впадина-дьюи. Когда мозжечок, как бы вылазит в затылочное отверстие и образуется из-за этого селинга-миэлия, потому что в области первого шейного позвонка нет нормального тока ликвара, то образуется, расширяется центральный канал и образуется селинга-миэлия. Это просто частный случай крайне церрикальной мальформации. Атланто-акцепитальное перекрытие, впадина-дьюи. Киареподобный синдром. Это состояние, которое, скажем так, одно и то же состояние, крайне церрикальной мальформации, которое находится в верхней части, если так можно сказать, спинного мозга. По-научному это называется дарсальная часть, то есть верхняя часть спинного мозга. Вот там есть нарушение тока ликвара, и из-за этого происходят разные болезни. Произвивается хроническое воспаление, которое, вот это хроническое воспаление, начинается, можно сказать, с пеленок, буквально там с двух-трех месяцев, может быть и раньше. Потому что рождаются щенки-то без гидроцефалии, без всего вот этого набора. А потом постепенно ситуация ухудшается. И ухудшающаяся эта ситуация может закончиться либо гибелью, смертью собаки, либо мы прооперируем и успеем ее спасти. Вот. И вторая, скажем так, группа, ну или часть болезни, да, это когда второй шейный позвонок, зуб второго шейного позвонка, въехал внутрь первого и иногда даже в мозжечок. Вот. Это так называемая атлантоаксиальная нестабильность. Не путайте с вывихом. Вот эти все обманщики, которые обманывают постоянно, говорят, что они вправляют шейные позвонки, что они это делают, что там и так далее, к сожалению, по многим городам нашей страны это очень развито, такой типа обмана, да, они рассказывают, что это можно, что они там что-то вправили и там воротничок одели, который они там одевают этим собачкам маленьким. И что это что-то делает? Нет, конечно, это ничего не делает, никак не помогает, ничем не улучшает состояние у этих пациентов, да. Просто, ну, банальный обман. Ну, и те, которые рентгеновские снимки еще могут сделать и придумать там то, что вот там сместился позвонок, как они напишут или там говорят, и его надо срочно восстановить. Нет, конечно, это все, ну, просто непонимание сути проблемы. Вот, поэтому Атланта, акцепитальное перекрытие, впадина Дьюи, Киаре, подобный синдром, это, как бы, верхняя часть спинного мозга и сместившийся мозжечок, и Атланта, и Атланта-аксиальная нестабильность, да, это вот смещение второго шейного позвонка, это, как бы, нижняя часть спинного мозга, и они вот, в принципе, звенья всего одного и того же состояния, которое называется крайне цирвикальная мальформация. В переводе на русский это просто маленькая, перерожденная, отличная от нормального состояния шея и череп. Вот так можно сказать, переведя, ну, на русский язык. И вот эта сильно измененная шея, очень сильно недоразвитая, она въезжает буквально внутрь головного мозга. И это вызывает все эти проблемы. По поводу лечения. Лечить надо только тогда, когда это начинает вызывать у того или иного пациента проблемы со здоровьем. То есть не надо лечить всех карликов подряд. То есть не надо брать их, давайте мы сейчас будем всем им атланта-цепитальное перекрытие, убирать там, впадин Дьюи, оперировать и так далее. И так далее. Делать ингеновские снимки, сгибая, разгибая голову. Этого делать вообще не надо. У любой собаки весом в 2-3 килограмма это есть. Я начинал, собственно говоря, говорить о Кинг-Чарльз-Панелях, которые, наверное, самые большие собаки, имеющие эту проблему. Самая большая проблема, самое большое животное, животное, питомец или, наверное, наш пациент все-таки, был медведь, у которых было то же самое. То есть это был медведь, это был карликовый медведь, у которого была та же самая ситуация. То есть именно маленький, он был сильно недоразвитый по возрасту, и у него как раз были все те же самые проблемы. Это проблемы карликовости, а не проблемы какого-то болезни, которая появляется, сама проходит и каким-то образом лечится. Нет. Мы приспосабливаем организм наших пациентов вот к такому вот существованию в их маленьком теле. Нельзя рассматривать отдельно от атланто-оксипитального перекрытия, падин и дюй, киареподобный синдром, и атланто-оксиальную нестабильность отдельно друг от друга. То есть это все одно и то же. И что у этого конкретного пациента на первом месте и какое хирургическое лечение проводить этому конкретному пациенту, нужно принимать индивидуально. Более того, надо ли его проводить или нет, опять же, нужно оценивать индивидуально. Пациент с симптомом исследования на первом месте МРТ. То есть вот только вот эти три звена могут дать нам какое-то вот, ну, как бы, какое-то заключение лечить или не лечить. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них буду отвечать. Пожалуйста, задавайте их. И мы будем на них отвечать. Если у вас появляются вопросы позже, то, опять же, с удовольствием я буду на них отвечать. Как раз из этих вопросов, которые нам задают владельцы животных, заводчики, не надо ветеринарные врачи, мы, в общем-то, и строим наши выступления. Мы просим специалистов разных областей выступать на те или иные темы, освещать те или иные вопросы. И это, на самом деле, достаточно интересно, да, потому что вы можете из первых рук у любого специалиста получить, в общем-то, ответ на тот или иной интересующий вас вопрос. Если вы хотите рассмотреть ваш конкретный клинический случай, именно вот по вашему конкретному клиническому случаю, получить консультацию совершенно бесплатно, вы можете присылать на почту. Почта указана на нашем сайте, есть в инстаграме, и будет указана под видео в конце. Я с удовольствием, прямо в прямом эфире, расскажу вам, что, как и почему именно у вашей собаки, у вашей кошки или у другого вашего питомца происходит. Вы можете присылать. Расскажу я. Если будет необходимость, расскажут врачи других специальностей. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Говорит о том, что перед как раз началом вот этой большой кисты внутри спинного мозга и есть нарушение тока ликвара. И мы должны с вами понять, что нарушило ток ликвара в этой области. Мозжечок, атлант, второй шейный позвонок снизу, и принять решение, как восстановить ток. ток ликвара у этого конкретного пациента. Прямо вот именно у него. То, что у брата была такая какая-то операция или у сестры, то это было у брата или у сестры. Но нам надо индивидуально подойти к каждой голове буквально, да? Ну, я имею в виду в буквальном смысле, да? И шеи. То есть, и понять, как эта шея въехала в эту голову внутрь, в буквальном смысле. Ничего похожего у людей нет вообще. То есть, если вы попытаетесь провести какие-то аналогии между собаками мелких пород и крупных пород, то не надо это пытаться делать. Киаре-синдром, который есть у людей, это не киаре-подобный синдром у сиринга-милия. У собак это вообще разные состояния. Поэтому просто есть названия, которые похожи, но на самом деле они несколько другие. И связаны они именно с маленькими размерами, с карликовостью. Карликовость. Это главная проблема, которая может стать проблемой или не стать проблемой вообще. Или стать болезнью фактически в 10 или в 12 лет. То есть, такое тоже может быть. Поэтому очень индивидуально. Конкретный пациент, конкретная оценка исследования. Вот. Это то, что мы хотели вам рассказать. С удовольствием будем отвечать на ваши вопросы. Через несколько минут мы начнем отвечать на вопросы, присланную на почту. Если вы присылаете, я с удовольствием вам отвечать буду на эти вопросы тоже. Присылайте КТ, МРТ, рентгены, все исследования, которые только есть. Обязательно видеозаписи, если они есть. И мы с удовольствием будем отвечать на эти ваши вопросы. Я надеюсь, что это поможет в понимании как раз лечения многих-многих пациентов. Я надеюсь, что не будут сделаны ненужные исследования. Я уверен, что смогу направить вас по тому пути, который, в общем-то, будет приводить к результатам максимально быстро. Вот. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова